ребята всем привет с вами александр у вас и квалзы гейм да и все что у меня сейчас есть из моих и диплататоров это супер флафи в общем там пока прикупил два не по 4000 гена стоит в принципе недорого но потихоньку буду их восстанавливать поскольку мы создали из них крокодильчика диплата диплазуха так диплазух диплата зух как то так потому что я помню в джурасик ворды live создавал это early early к минус early к минус early к минус к в общем там да хочется сказать эрли к до минус но нет и вот и здесь типа диплазух или диплата зуха в общем-то сейчас мы это дело посмотрим так ну вот двадцатый уровень так гибрид диплазух просто да сокращают сокращают названием да но так в общем там симпатичный парнишка даже на двадцатом уровне так но сегодняшним наш герой это вот то есть я уже у себя наконец-то таки смогу сейчас создать максимального уровня но к сожалению да он немножко разочаровал он не стал сильнее горгазуха ну и даже хотя бы примерно по силе не дотянулся до него это печально немножко печально потому что амфибий сильных немного не хватает но выглядит 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 классно да вот такой вот у нас чудище дам сразу виднеются гены диплата таро диплата таро и супер генов сарказуха да такая у нас получилась тварь итого три тысячи двести на тысячу четыреста да по факту 3 300 на 1400 да ну и давайте попробуем где мы сейчас его в первом же бою и и положим да у нас появилось вот такое вот событие что скрывается внизу эта битва на за геликоприона да по моему до битва за геликоприоном такая рыба пила кстати давайте покажу вам почему чучу нам не показать бы эта рыба пила и она допилась нам давайте сейчас посмотрим где наш ужас то суд и дэстус есть то и дэстус а геликоприон это ужас туз вот так вот он выглядит ну вот на первом уровне такая себе простая акула но открой пасть варежку открой ну вот на 30 уже появились до шипы не хотя не были изначально так вот такая вот у него нижняя челюсть как пила на некоторые думают что ученые предполагают что вот эта пила была у него где-то в глотке давайте прочитаем геликоприон получил свое название означающие на греческом языке спиральная пила на гелика это типа спираль благодаря форме зубов образующих так называемую зубную спираль на моно там он показал нам свою спираль q это доисторическая акула может вырастать до 10 метров в длину до белая акула нервно курить в сторонке а это значит что геликоприон является одним из крупней крупнейших известных евгению адонтов так идем дальше кстати да это у нас анхопристис был бой восьмиметровой по моему да вы знаете что геликоприон построение черепа во многом похож на современных современную акулу домовой кстати даже не знаю как выглядит акула домовой акула нянька да знаю там гренландская акула акула домовой не слышал такой знаете ли вы вообще слышали про акулу домового так зубная спираль имеющая длину 60 сантиметров в свое время озадачила ученых согласно разным предположениям она размещалась на спинном плавнике или даже в хвосте но я читал что она была по одной из теорий в глотке да ну вот такая вот у нас есть ребенка в общем то сейчас мы будем за нее сражаться есть у нас еще такой турнир но здесь просто чисто чисто водные еще к их битва за за мяско есть полмиллиона мяса можно заработать так но мы попадем сюда давайте начнем с амфибий с амфибий ну ребята конечно крепкие ничего не скажешь вот так вот так были но где вы смотрите он он уступает даже крутозавру наш диплата зух это конечно немножко печалец вообще смогу пройти ли вот этих ребят у них то жизни много 14000 боли наверно надо брать вот так вот ну давайте попытаемся насобирать немножко баллов для нашего диплазуха тогда она остапозавр у нас мы знаем легенду про остапозавра который убил вот этих всех троих ну точнее трипах и голозавр завалил это даже наверно покруче чем вот этих три ну пробил так раз два три пробил отлично поставим один балл защиту ой не знаю затащим не затащим ху нам фартанула у него один балл оказался а вот это нам не фартанула так начать мне кажется что мы не справимся так этот парнишка будет бить всего лишь тысячу так ну хватит ли нам баллов вот в чем вопрос атаку и прошу тебя такую дай шанс нашему диплазуху так раз два три четыре пять фух вот вот еле-еле нам хватило ребята но я старался чтобы диплазух хотя бы одного на себя забрал так ну нормалек у теперь у нас тут мешанина смыть иконос мощнявый моюнгозавр но это значит мы пойдем возьмем возьмем пахи к возьмем он подменится скорее всего да в принципе давайте одну может амфибику возьмем ну и конечно же еще какого-то крепиша 63 уровень пахи голозавра ватафак сколько у него жизни там было но явно больше чем 20000 но на на кого надеюсь он на него подменится до 25000 жизни пахи голозавр 25000 жизни и три косыря урон вот это вот это просто смерть эндораптор нервно курит в сторонке у ребята да мощнее у нас так в полу раза на 50 процентов нет ну как как ты мог бедняжка ну на все пять хотя бы хотя бы так получилось это не на самом деле не так уж плохо блин ну мне придется бить целых два балла представляете себе целых два балла так ну он все равно сейчас будут подменяться я думаю шанки ладоком он не будет атаковать хотя он 267 уровня блин у него две пятьсот сила удара ребята представляете он сменился три балла ё-моё пять тысяч сила удара это плохо для нас закончится но он пробьет нас получается две пятьсот сила удара у него будет пять баллов внутри балла все нам хана он же перенес один балл да вот этот балл нас и похоронил блин жесткие какие-то ребята тут попадаются жесть так того гляди мне сейчас нечем будет сражаться на в третьем бою ладно пойдем трима хищниками пойдем а что еще остается м может все таки ну вот этого ну если что его скорее всего пустят на мясо так ну ладно идем так дело пахнет керосином так ну индо раптор легко пробьет пахигалозавра все таки но 30 блин 30 посмотрим ну что давай пахигалозавр решайся три балла принципе у меня до пробьет но мы насобирали все восемь запоминаем да у нас две пятьсот бьет анкелодок две пятьсот это с минусом а так пять пробил и защитился так ну давай атакуем на два на четыре точнее не усложняет нам жизнь подменялся и про атаковал блин все равно один балл приберег сволочь то такая так не знаю давайте сделаем так вот как то ход конем ну нормально да так чисто юдона 40 в жертву принесли ну зато у нас целёхенький индо раптор у него дэмэдж конечно покруче будет так ну все решится вот сейчас атакуй или умри там нет мы в принципе уже победили раз-два-три раз-два еще и два про запас он ничего не поставил защиту рисковый парень так теперь как говорится чем будем сражаться в следующем бое да дела у нас не очень так но он подменится он подменится амфибий у нас уже не осталось крепких не осталось вот так вот будем пытаться ну блин смотрите какие сильные травоядные это же просто жесть но хорошо хоть у них не по 20000 жизни по четыре по два косаря будут атаковать так ну еду он давай на тебя надежда давай ты не ударишь лицом в грязь и не хуже чем твой предшественник поведет поведешь себя в смысле чем еду он 40 в прошлом боя он достойно принес себя в жертву и вот так в принципе хорошо хорошо очень хорошо вот это да это мне нравится давай наш над подменился это как что это было ребята ватафак что это только что было но мы зато вообще шикарно тут а пробиваем всех ну что ты будешь делать дело пахнет керосином что противник что то такое натворил вообще немыслимое и там за кадром у нас постоянно похигалазавр рычал так ну видите я правильно сделаю я подставил более слабого эндораптора но все неплохо блин ну ты чё чё за крики ребята таки к у нас целый к это стада тут орёт жесть какой-то это это духи убитых пахигалазавр орут вот кто это орёт у нас от травоядный эндораптор реально заглючила ну ребята мы выкрутились это было еще то испытание как-то тяжело пошло их и крики эти при призраков это крики призраков хух да тут явно что то было не то демонические силы нам пытались помешать так и мы получили геликоприона 200 баксов это отлично и супер редкий геликоприон ух ребятки надо передохнуть в общем то не забывайте ставить лайки если вам понравились наши бои как вам диплозух ребятки и до скорых встреч удачных вам битв диплозу